Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим об осветлении вина бентонитом. Я расскажу как им пользоваться, как его лучше разводить, уже по моему мнению, по моему опыту. Плюс-минус покажу эффект, что происходит и расскажу о некоторых мифах, связанных с осветлением вина бентонита. И прежде чем мы начнем разбирать процесс, для чего вообще осветление нужно? Потому что в некоторых случаях оно нам действительно нужно. Мы спешим, нам надо привести наше сосло вино в порядок. Мы его хотим, например, разлить для игристого вина, мы хотим разлить сидры тоже для карбонизации, для того, чтобы они уже дображивали в бутылке. И вообще, если мы считаем, что нам это нужно, значит нам это нужно. Итак, мы выливаем горячую вот в нашу мисочку. Теперь берем, я вообще использую это, ситечко от чайника заварочного. И теперь бентонит. Насыпаю вот в это ситечко. Конечно, вообще самый лучший вариант, когда есть еще кто-то, чтобы не мог истировать. То есть вот так вот через ситечко сыпем и мешаем. Способов разведения бентонита есть несколько. Об этом конкретном способе я прочитала в одном из учебников. И надо сказать, что он мне наиболее понравился. Он наиболее удобный и эффективный. Ну, единственное, что вот там рекомендация 1 к 4. С водой разводить. Но 1 к 4 тяжеловато, а 1 к 5. Хотя в интернете рекомендации 1 к 10. Так, вот закончилось. Следующий досыпаем. И опять мешаем. Таким образом, каждая вот эта частичка глины, она лучше соприкасается с водой. И, соответственно, лучше всего набухает. Ну, если, конечно, есть еще ассистент в виде того же, например, миксера или блендера, вообще будет бы идеально. Вообще, когда используется бентонит, то очень смущает его запах такой. Достаточно неприятный, но он потом уходит. Во-первых, там, конечно, если вино пробовать через день-два, то он может быть. Но потом он уходит. И все будет хорошо. Так что не надо бояться. Просто знайте, что это имеет место быть. Вот такая каша-малаша у нас в итоге получилась. Довольно густоватая. Да, где-то могут быть небольшие комочки. Ничего страшного. Теперь мы все это закрываем крышечкой. И оставляем примерно на сутки для набухания. Ну, понимаете, вот как раз-таки для чего нужна была широковатая посуда. Чтобы, когда мы все это сыпали, оно рассыпалось и легко было размешать. Так, вот наш бентонит сутки простоял. Это все та же каша, ничего с ней не произошло. А теперь нам надо сюда добавить часть вина. Вообще, эта теория говорит о создании, по-моему, 20% раствора. То есть 20% это вот эта часть. И вина, соответственно, 80%. И еще несколько дней настоять. Но я этим пренебрегаю, честно говоря. Я так не делаю. Я просто добавляю сюда вина на глаз. Вот, вино я добавила. Теперь нам это все надо хорошенько перемешать до единой суспензии. Ну, правильно было бы, да, я добавила много. Правильно было бы добавлять понемножку. Все это размешивать, размешивать, размешивать. Но я вам честно скажу, у меня терпения вот в этом плане не хватает. И для вот этих штук я вообще использую погружной блендер. Да, идет обогащение кислородом. Но это не такие количества и не столь страшно. Зато быстро и эффективно. То есть, вот он у меня погружной блендер. С его помощью буквально вот за минуту, за 30 секунд у нас получается единая суспензия. Ну, надо помешать, да, посмотреть, где-то еще. Не все, не все у нас размешалось. Вот сейчас я еще немножко поработаю. Ну, важно, чтобы вы поняли принцип. Можно, кстати, венчиком пробовать, да, но мне вот больше нравится именно такая насадка. В данном случае. Значит, смотрите, что мы должны получить. Мы должны получить вот такую вот суспензию, которая будет литься. Потому что нам это в бутыль надо залить. Ну, и вот проверяем, да, чтобы на дне ничего не оставалось. Если что-то останется, мы в процессе налили часть, да, видим, что у нас на дне что-то остается. Можно, опять же, немножко вина добавили, переболтали, перемешали и залили вновь. Вот смотрим, да, на блендере. То есть, у нас практически нет комочков. И это очень хорошо. То есть, максимально все частички глины, частички бентонита, они размешаны. Теперь нам надо все это залить в бутыль. Ну, так получилось, да, что у меня не включилась камера. На самое основное действие. Поэтому я вам тут немножко, скажем так, объясню все на пальцах. Нам надо в бутыли создать воронку. Чем создать? Ну, каким-то длинным предметом. Я использую шампур для шашлыков. Для тех, кто любит написать, что я и железом же в вино лезть нельзя. Друзья мои, это не железо, это сталь. Учите мать счастье. Значит, теперь, что мы делаем? Вот там создаем воронку и вливаем, но здесь уже остатки. Наш раствор бентонита. Хорошенько все это перемешиваем. Вот смотрите. Вот тут остались у меня мелкие, да, совсем крошечки. Можно было бы заморочиться. Вот ту оставшуюся часть, которую я добавляла в вино, все сливала. То есть можно было еще раз хорошенько перемешать. Ну, я уже не буду это делать. Лишняя работа. Все, значит, перемешали, перемешали, перемешали. И в этот момент у нас там происходит действие. Эффект может быть разным, может быть совсем мгновенный. Я вам покажу примерно на другом сусли. Вот это мы сейчас яблочное оклеиваем. А я вам покажу на виноградном. То есть если мы попадаем в дозировку, у нас вообще все происходит мгновенно, классно. Можем в дозировку немножко не попасть. И, соответственно, эффект будет не такой. То есть он будет, но просто не такой сильный, не такой заметный. И тогда можно еще раз, например, оклеить, либо еще несколько раз. Вот сняла камеру со штатива и показываю вам, что происходит в сусли. Вот на виноградном там будут крупнее вот эти штучки. А вот видите, меленькие здесь штучки мути. Вот они бентонитом склеиваются и вот так вот красиво бегают. Примерно через сутки все это осядет. На самом деле к вечеру уже будет эффект. Вот. Даже уже через час кое-что будет видно. Ну, хорошо бы подождать сутки-двое. Смотрите, что происходит. Вот буквально на глазах. Две минуты назад я добавила сюда бентонит. Причем я и до этого его добавляла. Но сусло было такое просто светлое, молочное. И вот, наконец, попала в дозировку. Вот видите, вот они частички белковые и так далее. Вот они склеились. Конечно, пока еще это все выглядит очень неприглядно, да. Кажется, очень большой осадок. Он уплотнится. Напомню, прошло 2 минуты всего лишь. Уплотнится. И здесь еще сверху у нас все будет покрасивее. Вообще в осветлении, в оклейке такой очень важный момент это время. И дозировка. Если мы попали в дозировку, то у нас все хорошо. Но мы не всегда можем в нее попасть. И, в принципе, бывает некоторые сосла, они оклеиваются очень долго. И для видимой реакции может понадобиться и сутки, и двое, и неделя, месяц, и даже два. Такое тоже может быть. Хотя, конечно, нам очень хочется, чтобы все было побыстрее. И вот, смотрите, прошло двое суток. И видно, что чуть-чуть не хватило. Вот там наш осадочек, он уплотнился, вот эти частички. Но кое-что, вот оно еще в подвиженном состоянии. И сусла не совсем прозрачные. Смотрите, я добавила еще бентонита. С осадкой не снимала. Я взболтала и тот осадок. Видите, сверху, да, как начинает красиво отстаиваться. И зерно, оно стало мельче. Было крупнее. Сейчас зерно стало мельче. Вот все это связывается. Когда мы добавляем бентонит, даже в какой-то статье я читала рекомендацию, что вот добавили, осадок осел, его можно еще раз взболтать. И чтобы он еще раз осел. То есть все это смело можно взболтывать. Смотрите. Да, и вот мы уже видим результат. Хорошая, прозрачная сусла. Ну, понятно, что ему надо время. Вот мы разговариваем с вами. Да, и вот так вот это все в процессе происходит. Можно сказать, в режиме реального времени. Но самое главное, это подобрать дозу. Она подбирается очень индивидуально. И вот что у нас получилось по итогу. Через два дня после добавления бентонита. Не сняла, к сожалению. В большой емкости уже все разлито в бутылке. Это пятнат. Это было осветление бродящего сусла. Ну, вот такой красивый результат. А вот еще один наглядный пример, как происходит осветление сусла. Что важно, бентонит может работать сам по себе. Кроме того, бентонит может исправлять переоклейку, например, после желатина. Как проявляется желатиновая переоклейка? Сначала сусло у нас становится прозрачным. Через некоторое время оно вновь мутнеет. Особенно, если были перепады температуры. Я только не помню, в какую сторону. Но я думаю, что это не суть. И вот данное конкретное сусло, которое я вам показываю, я его показывала в ролике про осветление. Может быть, когда-нибудь я еще отдельно про него расскажу. Сусло, которое было страшным вообще коричневым в прошлом сезоне. Долго я на ним колдовала. И вот финальный штрих бентонит. И показываю, как он работает, как он осветляет. И что касается дозировок. Я уже говорила о том, что дозировка подбирается индивидуально. Под каждое сусло в отдельности. Так же делают и на больших заводах, где есть лаборатории и все прочее. Только индивидуально. Ну, примерно цифра, на которой можно опираться, это 3 грамма бентонита на литр сусла. Вот от этих цифр можно работать. Еще один важный момент. Переоклейки у бентонита не бывает. Если вы добавили его больше, чем нужно, он просто потом выпадет в осадок. И еще хочу обратить ваше внимание на одну немаловажную вещь. В интернете, в интернет-источниках, везде указано и в инструкции к бентониту, что бентонит не работает или его не используют на бродящих суслах. Но это не так. На самом деле, тоже откуда-то эта информация пошла. Кто-то ее тиражирует, на самом деле использует. И вот это сусло, которое мы осветляем сегодня, и второе виноградное, которое я показывала, это все сусла бродящие. Почему я их осветляю? Потому что вот это сидровое сусло, оно сейчас пойдет на розлив на своих остаточных сахарах. А виноградное это пятна. То есть тоже там будет вторичное брожение в бутылке на своих остаточных сахарах. И чтобы мне потом было проще и легче избавляться от осадка в бутылке, я перед розливом сусло оклеиваю. И вот смотрите, я сейчас подниму камеру. Затворчик у нас сдвинут. Не сильно, конечно, потому что только что все открывали, да, только что все болтали. И к тому же температура здесь в настоящий момент градусов 6. Нету здесь, к сожалению, бутыли с градусником, так бы показала вам. Ну, брожение идет. И даже если мы вот на сусло посмотрим, бутыль запотешиван пенки. Это пенки брожения. И вот там вот видны пузырьки. То есть сусло бродит. И нормально оно осветляется, бродящее. И после осветления оно тоже будет бродить. Да, бентонит связывает часть питательных веществ для дрожжей. Но далеко не все. Вот смотрите, пример. Уже показывала вам эту бутыль. Это осадок. Осадок бентонитовый. После оклейки. Видите, вот это разделение. Это брожение идет. И вот здесь вот. Вот. Все это разделяется как раз таки за счет брожения. И вот пузырьки будут подниматься вверх. Это тоже все брожение. Даже в бентонитовом осадке. Поэтому, во-первых, бентонитом можно оклеивать. Бродящее сусло. Все нормально при этом. И второе. Бентонит на брожение. Ну, может влиять, конечно, потому что с осадком, то есть вот то, что мы сняли сусло, мы убрали часть питательных веществ для дрожжей. Поэтому брожение может уменьшиться. Но бентонит брожение не останавливает. Вот пример. Бентонитовый осадок прекрасненько бродит. Итак, бентонит прекрасно работает с бродящим суслом. И после обработки бентонитом сусло продолжает бродить. Было несколько вопросов, что можно ли использовать бентонит, скажем так, для очистки вина и, грубо говоря, для его стерилизации. Нет. После обработки все прекрасно бродит. Да, мы забрали часть питательных веществ у дрожжей. Но им вполне может еще хватать. И другие микроорганизмы также будут вине жить. Поэтому если нам надо от них очистить, это уже другие варианты. Это не бентонит. Бентонит убирает мути. Что касательно удобства его использования. Минусы, которые вижу я. Долго. То есть, во-первых, моронный его разводить. Как минимум сутки он должен постоять. А вообще в инструкции. Ну вот то, что я читала в учебнике. Первый мы замес сделали. Потом мы добавили туда еще вина. Еще трое суток оно постояло. Еще набухло. И потом залили. Ну, даже так. У нас не всегда есть это время. Не всегда нам удобно это контролировать. Также минус с моей точки зрения. Это неудобство дозирования. Потому что вот эту вот густую кашицу. Как-то отвешивать. То есть, я ее сразу. Ну, например, на несколько банок мне неудобно. Если бы мне надо было осветлить несколько ямокостей. Я вот каждый этот отдельный замес. Делаю для отдельного объема. Потому что иначе мне очень неудобно. Мне. Вам может быть удобно. Вот такой минус. Какой очевидный плюс? А, еще запах. Первоначально этот запах очень пугает. Честно скажу. Но потом на самом деле все нормально. Просто надо подождать. То есть, если мы хотим быстро осветлить. Да, эффект может быть быстрым. Но еще может остаться этот землистый вкус. То есть, надо подождать. Очевидный плюс. Это невозможность передозировки. Эта глина, она в любом случае. Осядет в осадок. То есть, если мы ошиблись в расчетах. Либо мы изначально. Ну, нам не жалко бентонита. Он, в принципе, не так дорого стоит. Чтобы наверняка мы можем дать дозировку больше. У нас все осветлится. Глина эта осядет на дно. То есть, это такой очевидный плюс. По сравнению с тем же желатином. Где мы можем передозировать. И потом получить помутнение. С бентонитом этого не происходит. А дальше использовать, либо не использовать. Как всегда, вы решайте сами. Единственный мой совет. Используйте бентонит специальный. Который продается в специализированных магазинах. А не то, что предназначено для котиков. Вообще, бентонит бывает двух типов. Калиевые и натриевые. Предпочтительное использование. Виноделий это натриевый бентонит. Хотя, нигде, где я встречала с продажей. Нигде не пишут, какой тип бентонита. Бентонит и бентонит. Но, теоретически, там он должен быть нужный. А для котиков он может быть другого типа. Но, это мое предположение. Потому что, нигде достоверной информации по этому вопросу я не нашла. На сегодня я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда. Ссылка на мои контакты. И ссылка на плейлист по виноделию. Где можно найти много интересной и полезной информации. До новых встреч!